Сейчас у нас на часах 2.5.12, 7 утра, они могут предоставить списки избирателей. До какого времени? Пока не будет устранено это нарушение, потому что это нарушение уголовного кодекса Российской Федерации. Первые избиратели, первые избиратели, 1112 человек, страница номер 61, первая страница, первая книга из четырех. В этот раз используют новые технологии. Сегодня ночью вдруг резко участников некоторым, например, 30.05 и вдруг вдруг было зарегистрировано новые жители Кимок. Они вдруг получили сегодня ночью прописку. Ставьте себе, поначалу работают паспортные столы. У нас вообще в Московской области выборы проходят очень спокойно, конечно, за исключением города Химки. Куда вы пошли? Молодой дочь, я председатель. Куда вы пошли? Успокойтесь. Милиция! Прошу вас, милицию, вмешайтесь. И первая книга с первого, а четвертый с тысячной. Первый человек, 131, 103, 103, 108 страница. 103, 30. Я думаю, что у нас доверенное лицо нарушает... Победы, как, аволюция? Ляскин, Николай Николаевич, Ляскин. Прошу вас голосовать. Комиссия голосует. Комиссия за помеху. Государь, отойдите от книжки. Отойдите от книжки. А за что мы голосуем? Затрудники полиции, прошу вас, сейчас решение будет попадано на удаление. Прошу вас удалиться. За что, как-то эта женщина проголосовала. Прошу удалиться. Весь город загажен, прямо так скажем, надписью, плакатами. Уборочных очень много всяких листовок, газет, наклеено, совершенно плохой клей. И, в том числе, и от моего имени, хочу вам заявить, что я не делаю. Там висит его агитация, да. Ее никто не снимает, ее, наоборот, подвешивали вчера. Вот этот зеленый заборчик, это заборчик избирательного участка 30-05. А вот этот симпатичный щит, с симпатичнейшим Олегом Шаховым, тем самым, который организовал нам пробку на 30 лет на Ленинградском шоссе, вот он здесь, наш дорогой человек. Я ответила на вас на вопрос? Не мешайте мне работать. Три человека. Не мешайте мне работать. Скажите, пожалуйста, что происходит на участке? На участке? На участке полный бардак. Ну, что вы мешаете работать, а? Нарушение, пожарение, выводим. Имею право, как заниматься. Молодец. Вы какое нарушение предоставили? Я видел, что человек не предоставил. Побольше таких, как ты. Подождите, вам предоставили или не предоставили? Мне вы не должны предоставить. Ко мне имеете вы предоставить? Лично ко мне вы? Получается, что да, потому что я заметил правонарушение. И то, что наблюдатель не предоставил. Как вы его заметили? Вот эту информацию я получил с голосования на дому 14-20, когда ящики уже. Ага, да. Так, сейчас я найду форму. Трехдневники не знаем. И не знаем, сколько тик выдал. А, отлично. Ну, вы спрашиваете. Естественно. Что вам отвечали? Отвечали, что эту информацию вы получите в расширенной форме протокола. Можете зафиксировать время. Без 24 вечера. Пустой протокол. И везде есть абсолютно стандартные нарушения. В частности, списки избирателей не уточнены. Никто не понимает, что с ними. Они везде повсеместно расшиты. Абсолютно на каждом избирательном участке, когда происходит голосование. Когда члены комиссии уходят для голосования вне избирательных участков, они просто берут с собой пачку бюллетеней и уходят. Никого с собой не берут. Сколько они взяли бюллетеней, никто не знает. Это абсолютно везде происходит. И, конечно, неразбериха с численностью избирателей – это первый признак того, что готовится к классификации. Наши жалобы, ну как, принимают, но посылают на тревуху в суд, как обычно. Идите вы в суд, идите вы в суд. Я только что был на участке, где представитель комиссии, членов комиссии с правосовещательного голоса от Чирикова, понизил до уровня наблюдателя. Просто взял и сказал, что вы теперь не члены комиссии с правосовещательного голоса, я вас понижаю. На мой вопрос, что это невозможно делать в принципе. Это в принципе не предусмотрено никак. То есть они не подписывают протокол. Они говорят, ну а мы так решили. Ты видел эти наблюдатели? Да, видел. Что они делали на участке? Мы постоянно следовали за членами комиссии, за наблюдателями. Мы постоянно окружали, когда мы отходили в сторону о чем-то совещаться. Все это, честно говоря, нервировало. Особенно вкупе с тем, что число лиц, которые могут выписаться в помещении для голосования, оно же законом строго ограничено. Мы пытались у комиссии как-то выяснить, что это за люди, и что они, на каком основании они здесь находятся, и это не получилось. И что вы делали на избирательном участке? Вы наблюдатели официально зарегистрированы, установлены законом сроку. От кого наблюдатели? Как зовут вашего комиссии? От кого? Идете на свидательство? Девушка, я не понимаю ваш вопрос.